Радио 54 Как называются эти штуки? Когти, ну это было, да, сейчас они менее популярны, но прям делали на перчатки, вставляли такие железные спецы, делали фитильки. Есть огненные чаши, есть направление фаербризинг, это когда выдувают огнем. То есть это, думаю, плевашки, а это прям есть термин бризинг. Вот, собственно, и очень... Это только керосин пьет, да, значит? Ну, не керосин, да. Ну, я шучу, ну, в смысле, какую-то смесь. Вообще используется специальное топливо, оно называется светал, вообще это... Его можно глотать, да? Не стоит, просто оно... Оно менее токсично, если вдруг что-то пойдет не по плану. А такое бывает? Ну, пожалуй, только на тренировках, когда... Мне кажется, я добираюсь медленно к какому-то профессиональному юмору, мне кажется, что это что-то такое, вот сейчас выйдет наружу, нет? Ну, нет, 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 это у нас вечер, вы не обжигаетесь, мы такие, да нет, что вы, ну, конечно, обжигаемся, или когда спрашивают, что, там, какие-то травмы, ну, как в любом занятии. Нельзя об этом сказать публике, да? Все убегут. Мы, наоборот, говорим публике, потому что есть набор таких стереотипных вопросов, которые всегда спрашивают. Давайте развенчивать мифы, давайте. Миф номер один. Что вы не обжигаетесь. Да, что не обжигаемся. Ну, конечно, обжигаемся, но прежде чем... Ну, вот лично мы, наверное, в коллектив, наши друзья, прежде чем взять руки огонь, примерно 4-6 месяцев занимаются без огня. То есть это техника, это изучение техники безопасности, как пользоваться брезентом, магнитушителем, там, из каких тканей делать костюмы. Вот. Ну, понятно, что бывает, ну, подует резко ветер. Ну, ты никак не от этого не застрахован, какие-то вот вещи. То есть ничего такого серьезного, страшного не случалось. Там, ну, есть какой-то маленький какой-то шрамик, то есть, ну, ну, что... А вы не обжигай. А вам не страшно? Вот второй миф. А вам не страшно? То есть, ну, нас постоянно так спрашивают, что... На самом деле страшно, да? Ну, чуть-чуть страшно. Ну, то есть, если не страшно, то это проблемы с психикой. Ну, прям, да, реально. Главное просто не паниковать и как-то... Ну, то есть, мы всегда так... У вас там горит. Ну, это не страшно, не страшно. Нормально. Нормально. Какие у нас еще мифы есть? Ну, меня один раз спросили, а правда, что у фаерщиков не растут волосы на руках? Просто однажды... Растут, но недолго. К концу обычно огненного сезона так получается, что волос на руках действительно становится меньше, как раз за то, что ветер резко меняется во время выступления все равно. Они исчезают со временем. И вот ко мне подошла один раз девушка... Подождать и потрогать, да? Девушка и абсолютно серьезным взглядом вот задала такой вопрос. Ну, я ей объясню, что нет, это не так. Времени занимает много. И это чуть сложнее, чем кажется со стороны, когда такие... Не каждый сможет, да, этим заниматься? Ну, в зависимости... Каждый. Да, каждый. Как мы на радио тоже, а? Так сидят, болтают что-то. Да, просто в зависимости от усердия, потому что первое время все-таки я, что вы там шарики на велевочках мотыляете? А когда начинаешься сталкиваться с процессом тренировок, это координация, это моторика рук, это физическое состояние всего тела, потому что ты работаешь не только вот пальцами, допустим, когда ты крутишь, а работает все одновременно. То есть это такое вот прям развитие, это очень такая штука. И если где-то вот есть проблемы, но никогда вы не танцевали. И просто так с реквизитом вы не начнете хорошо поворачиваться. То есть какое-то время будете учиться поворачиваться. Потому что вот я, когда начинала крутить 9 лет назад аж, у меня были тренировки 3 раза в неделю по 3 часа. Я приходила домой, потом у меня вот так вот рука тряслась. Я такая, да не, 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 все нормально. Сейчас уже такого нет, просто потому что мышцы не привыкли. И я вот тогда это очень много времени занималась. Сейчас, в принципе, тоже, потому что это как основное влечение. Плюс я еще обучаю в Центре досугу молодежи подростков этому всему. То есть можно прям прийти и научиться. Я лично, прежде чем взять огонь в руки, я несколько месяцев занималась. То есть я изучала, меня ребята учили, как пользоваться... Без огня, только так. Без огня, да. Меня ребята учили, как пользоваться брезентом. Вот, вот. То есть не все даже знают, что такое брезент. Вот, но когда на выступлениях, я помню, как-то было, я не помню, где мы вступали, стоит какое-то количество прям мужчин, парней, то ли с 23 февраля поздравляли. И мне так ребята закидывают огни на эркюзет, а я вот так вот их притушиваю. Просто несколько мужчин на меня так стоят, смотрят. А у меня причем там чуть ли не маникюр, они так... Нормально, да? Вот. И поэтому, что мы серьезно относимся, выбираем ткани, из которых лучше делать костюмы. То есть там у девочек неплохо случилось. Ну, кстати, да, у вас, наверное, костюмы, да, не горючие. Это к теме мифов как раз. Да? Да. Ну, если так разобатить, то горит все. Просто мы выбираем по возможности наиболее натуральные ткани, хлопок. Чтобы быстрее сгорело и... Да, наоборот. То есть оно горит-то все, вот это опять же тоже. Но максимально... Мы это даже порой тестим. То есть покупается кусочек ткани, и мы вот прям проводим огнем, насколько это плавится. Замеряем по времени, да? Да, да. Не вспомню, наверное, на втором или на третьем курсе, когда учился в университете, мы прилетели с Москвы, с Всероссийской конвенции по Пуэнгу, по икону, она ежегодная проходит в январе. И так получилось, что мне с самолета нужно было сразу ехать на экзамен. Я уже зашел самый последний. Последний раз я спал, наверное, суток двое назад. Ну, то есть вид у меня был так себе. Я сел, взял билет, и на мой взгляд, мне показалось, что я ответил на него великолепно. И с полной уверенностью сел за стол преподавателю. Первый вопрос ответил неправильно, второй неправильно, третий тоже неправильно. И преподаватель меня спрашивает, откуда я такой красивый тут нарисовался вообще. И я ему начал рассказать, что вот, вы знаете, да я с конвенции, да все такое. У меня нету с собой ни зачетки, ни тетради, но есть Пуэ, я решил ему показать Пуэ. Он с большим любопытством начал у меня еще раз спрашивать, все такое. Я говорю, а давайте я вам что-нибудь покручу, вам может быть понравится. Может быть, на день рождения ребенка вашего выступил. И в итоге, получается, я ему покрутил, он с большим любопытством еще подставал вопросов и сказал следующую фразу. Вас три устроят? Я сказал, да, устроят. Он поставил мне три за то, что я покрутил Пуэ. И с чувством выполненного долга поехал домой спать. Радио 54 Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.